Постоянный электрический ток. Основные понятия. Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов. Силой тока называется величина, равная отношению заряда, переносимого через сечение проводника ко времени. Постоянным называется ток, силой направления которого не изменяются с течением времени. Для постоянного тока в металлах сила тока определяется выражением, где Е — заряд электрона, Н — концентрация электрона в проводнике, В — средняя скорость упорядоченного движения электронов в проводнике, С — площадь поперечного сечения проводника. Для того, чтобы в проводнике существовал постоянный ток, необходимо выполнение нескольких условий. Первое. Напряженность электрического поля в проводнике Не должна быть равна нулю. Второе. Цепь должна быть замкнутой. Третье. На заряды, помимо кулоновских сил, Должны действовать не электростатические, сторонние силы, Которые создаются источниками тока, Гальваническими элементами, Аккумуляторами, генераторами. Электродвижущая сила Полная работа по перемещению заряда в проводнике С постоянным током Складывается из работы кулоновских и сторонних сил. Но Разность потенциалов между точками — 1 и 2. Электродвижущая сила, Действующая на участке цепи ЭДС, Тогда Напряжение на этом участке цепи. Очевидно, что Следовательно, напряжение равно разности потенциалов Только в том случае, если на участке цепи нет ЭДС, То есть она равна нулю. Электрическое сопротивление Сопротивление является характеристикой проводника И определяется его геометрическими размерами И материалом проводника. Где R? Сопротивление Ро Удельное сопротивление Л Длина проводника С Площадь поперечного сечения Закон Ома Для произвольного участка цепи закон гласит Напряжение на участке цепи равно произведению сопротивления этого участка на силу тока. Учитывая, что напряжение равно Закон можно представить в виде То есть напряжение на участке цепи равно сумме разности потенциалов на концах этого участка и действующей на нем ЭДС. Для участка цепи, не содержащего ЭДС, то есть при ЭДС, равной нулю, получаем Или Сила тока прямо пропорциональна напряжению, разности потенциалов на концах участка цепи И обратно пропорциональна сопротивлению участка. Для полной цепи, состоящей из источника с электродвижущей силой и внутренним сопротивлением и внешнего сопротивления, получаем Откуда Сила тока в цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи. Из последнего выражения следует То есть ЭДС источника равна сумме падений напряжений на внешнем и внутреннем участках цепи. Соединение проводников Последовательное соединение проводников обладает свойствами Сила тока одинакова на любом участке Напряжение в цепи равно сумме напряжений на отдельных участках Общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков Напряжение на каждом участке прямо пропорционально его сопротивлению Параллельное соединение проводников обладает свойствами Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме токов в ветвях Напряжения на участках цепи одинаковы Токи в ветвях обратно пропорциональны Общее сопротивление цепи рассчитывается по формуле Работа и мощность тока Для постоянного тока, согласно закону сохранения энергии, работа равна произведению тока напряжения и времени Мощность тока равна работе, совершенной током в единицу времени Если в цепи не совершается механической работы И ток не оказывает химического действия То вся работа тока необратимо обращается в тепло Последнее выражение называется законом Джоуля-Ленца Субтитры создавал DimaTorzok